Как купить парикмахерский фен, как купить парикмахерские ножницы, как купить парикмахерские машинки абсолютно бесплатно. Коллеги, друзья, всем привет, с вами Дмитрий Каждан. Да, кто-то скажет, что я тут фантазер, я что-то тут придумываю и что-то тут рассказываю небылице о том, что можно якобы все купить абсолютно бесплатно. Да, дорогие коллеги, для тех, кто не знал, можно все то, что вам не хватает в работе или вы хотите обновить, купить абсолютно бесплатно и в этом поможет нам наше государство. Для этого, что для этого нужно? Для этого нужно обратиться в вашу соцзащиту вашего региона. В каждом городе вашего региона есть такое учреждение, где вы приходите, составляете бизнес-план, вам все рассказывают, объясняют и, соответственно, вы, естественно, понимаете, что либо вы подходите под это определение, малоимущий человек или нет. Очень часто мне в свое время в комментариях писали, что да, это все брехня, то есть, типа, никто ничего не поможет, все это ерунда, ерунда. Коллеги, все реально работает. Опять же, потому что мы работаем вот именно с этими соцконтрактами, мы помогаем мастерам, во-первых, получить правильный, профессиональный, качественный инструмент для парикмахеров. Я лично занимаюсь профессиональным подбором этого инструмента. Мы, опять же, выдаем все бумаги, которые нужны для этого соцконтракта. И, соответственно, ваша задача принести это все в вашу соцзащиту и чтобы вам его одобрили, либо же не одобрили. То есть, здесь, конечно, в каждом регионе свои погремушки, но в любом случае, если вы хотели в свое время обновить свой парикмахерский инструмент, то у вас есть сейчас прекрасная возможность это сделать. Для этого обратитесь в соцзащиту и, соответственно, узнаете, подходите ли вы под эту программу. Да, эта программа рассчитана на определенную сумму. На 2024 год, я не знаю, изменилась она или нет, но раньше она была 350 тысяч рублей. Сумма достаточно, в любом случае, внушительная, в которую вы можете вложиться в обучение, в инструменты, в оборудование. То есть, там много чего можно, собственно, купить. Для этого вы должны, опять же, собраться и пойти. Очень часто мастера писали, говорили о том, что купить парикмахерские ножницы – это дорого, купить хороший фен тоже дорого, купить машинку тоже дорого. Я вам предлагал лайфхаки на эту тему. Элементарно, в конце каждого месяца вы должны 10% от своей зарплаты откладывать на парикмахерские инструменты. То есть, вы берете сумму свою 5000 рублей и откладываете там 10%. Все, пожалуйста. И вот так в конвертик откладываете, откладываете. Я, по крайней мере, так делал. Я так покупал все свои ножницы. И вы знаете, система работает. То есть, по крайней мере, у меня. Я знаю, что многие мастера лучше себе купят крутой телефон, крутую тряпку, я не знаю, ну, все, что угодно. На все, что угодно потратят деньги, но не потратят на парикмахерские нужные, на парикмахерский инструмент. Будут охать-ахать говорить о том, что парикмахерские ножницы какие-то достаточно дорогие, все дорого, но при этом потратить на себя любимого и получать удовольствие от использованного инструмента и получать удовольствие от работы никто почему-то не хочет. Все считают, что, ну, зачем тратить деньги, а ножницы стоят, оказывается, там, я не знаю, 50 тысяч рублей, там, 30 тысяч рублей, да, там, 10 тысяч, 15 тысяч. Да это же сумасшедшие деньги, зачем я это буду делать, зачем я буду тратить. То есть, понимаете, доходит до абсурда, что многие не хотят в свою же работу вкладываться и покупать инструмент, который приносит деньги. Я, например, себе, например, собрал тот оптимальный набор, который мне нужен. Соответственно, я работаю, я получаю удовольствие, я кайфую от работы, потому что я знаю, что какие ножницы, как стригут, для чего они использованы, да, и все четко понимаю. Я понимаю, что многие мастера даже не знают, как правильно ножницы выбрать, не знают, как правильно размер выбрать, но все те, кто меня давно знает, все знают, что я подхожу ответственно к подбору парикмахерского инструмента, потому что это мой личный автограф, который вы получаете от меня. Да, поэтому я подбираю инструмент профессионально, не как в магазине для парикмахеров, где вам ничего не рассказывают, ничего не объясняют, не рассказывают, из чего сделаны ножницы, не рассказывают, как ножницы держать, как правильно выбрать размер. Никто ничего не рассказывает, потому что они сами элементарно ничего толком не знают. Их кто-то когда-то чему-то, возможно, научил, но при этом они сами ничего не знают. Вот, поэтому сейчас есть такая возможность, государство выделяет хорошую сумму на то, чтобы вы могли развиваться, вы могли купить себе парикмахерский инструмент. И, соответственно, вы можете обратиться в эту соцзащиту вашего региона, и вам в этом помогут. Поэтому вы должны об этом помнить, знать и стремиться, пока есть такая возможность, что государство выделяет на это деньги. Мало кто об этом знает, мало кто об этом даже задумывается. Но люди, которые уже задумывались, уже не первый раз покупают инструмент через эту программу. То есть уже пошла такая некая волна. Многие коллеги передают это сообщение из уст в уста, кто-то узнает. Да, действительно, кому-то одобряют. Да, кто-то кому-то передал, например, а кому-то не одобрили соцзащиту, что вы не подходите под определение «малоимущий человек». Да, здесь очень важно, конечно, предоставить свои документы. Там вам, ну, вы можете задать вопрос, и, соответственно, там вот этот государственный орган, он определяет, малоимущий вы человек или нет. Если вы реально не можете себе этого позволить, да, то есть ваша зарплата ниже прожиточного минимума, то, естественно, вам помогут в этом случае и вам дадут инструмент. Я, например, очень много получаю запросов по соцконтракту. Подскажите, подберите. Мы вот по поводу соцконтракта видели ваши ролики, вы помогаете подбирать. Да, с удовольствием вам подберу. Я даже вам больше скажу, у меня даже есть знакомый бухгалтер, который также помогает вам в решении этого вопроса, помогает именно, ну, в плане, там, собирает документы, все ведет вас, чтобы вам у вас проверить документы ваши. То есть все, ваша задача, только об этом озадачиться прийти, узнать, пообщаться, чтобы вам все рассказали. Не хотите, как бы, да, идти? Ну, вот, как бы, у меня есть контакты дружные, как бы, да, то есть человек, как говорится, этим занимается тоже профессионально, занимается вот этой соцзащитой, помогает мастерам в этом вопросе, тоже смотрит документы, какие у вас есть, пожалуйста. То есть такие тоже варианты существуют. Либо самостоятельно идите. Поэтому, друзья мои, все возможно. Главное, захотеть и решить эту проблему. Не хотите обращаться к государству, что-то там быть кому-то должны, ради бога, откладывайте 10% на свой инструмент, потому что наш инструмент, к глубокому сожалению, вот к глубокому сожалению, это расходник. Машинка – это расходник, фен – это расходник, ножницы – это расходник. Все это выходит из строя. Поэтому не сейчас сломается, завтра сломается, послезавтра, через год. Поэтому нужно всегда 10%, 5%, но лучше, конечно, кто как может, 5-10% от своей зарплаты откладывайте на парикмахерский инструмент, чтобы вы в дальнейшем смогли обновить. И это нужно. А не по 10-20 лет стричь одними ножницами. Я вот когда слышу истории, когда мастера говорят, что я там 15 лет одними ножницами работал, кто говорит, 20 лет. Ну, честно говоря, у меня глаза из орбиты вылезают. Как бы, да вы что, серьезно? Да это невозможно столько лет стричь. Да, мы стрижем. Это вы, Дмитрий, там, наверное, меняете ножницы, как перчатки, у вас ножниц много. Я говорю, да дело даже не в этом, но ножницы максимум уходят 10 лет, максимум 10 лет уходят, а потом надо их просто-напросто выкидывать. Но в процессе 10 лет вы должны их обслужить, то есть как минимум 3 раза вы их должны заточить, ну и соответственно, потом все, они стачиваются и естественно вы их просто выкидываете. Все. Коллеги, в принципе, наверное, все, что я хотел рассказать в этом видео, я вам рассказал. Думайте, анализируйте, используйте мои лайфхаки. Не используйте, это, конечно же, дело ваше. Я вам даю информацию, а что делать с этой информацией, вы уже сами считаете, как ее использовать. Вот. На этом, в принципе, все. Ну, а я уже, собственно, подъезжаю на работу, поэтому желаю вам всем хорошего парикмахерского дня. И помните, я не продаю ножницы, я продаю удовольствие от использования вашего парикмахерского инструмента. На этом, в принципе, все. Пока.